У вас есть формула, которая выражает следующий столбец через два предыдущих столбец. Согласны? Согласны? Замечательно. А вы хотите формулу, которая выражает следующее число через два предыдущих числа. Ну, замечательно. Если вы хотите, чтобы у вас такие айфы были, понятно, как их искать. Вот смотрите. Вот у вас есть число 1, число 3 и получаете число 17. Чтобы это получалось по этой формуле, что, очевидно, нужно сделать? Какое равенство должно выполняться, чтобы эта формула была равна? b плюс 3а равна. Понятно, как это. 17 – это должно быть а умножить на 3 плюс b. Согласны? И 99 – это а умножить на 17 плюс... 3b. В данном случае, да, b умножить на 1. Замечательно. Как такую систему решать? Да, никаких проблем. Умножаем верхнее уравнение на 3 и вычитаем из нижнего. Тогда 17 минус 9 – это будет 8. То есть здесь получается 8а. Согласны? Ну и дальше. Да, 48 – это 8а. А 6. 6. Отлично. Значит, я уже здесь ставлю шестерку. Вы знаете, а в какой это значит? Найти а и бэк. А. Теперь я должен здесь, значит, вместо а подставить шестерку, вот, чему равно б? 18 плюс что, получается 17. Минус 1. Минус 1. Отлично. Значит, ребята, я должен доказать теперь вот такие мнения. Давайте проверять, кстати. Если я умножаю 6 на 2, считаю в нить, будет 17. 6 на 2 минус 0 будет 12. 6 на 12. 72 минус 2 будет 70. Отлично. Для этой таблички выполняется. А теперь все. Дело в том, что если у меня линейное соотношение, и выполнено вот такое соотношение, то оно и дальше тоже будет выполнено. Давайте объясним, почему. Вот, посмотрите. Что значит, что у меня такое соотношение? Да очень просто. У меня есть один какой-то столбец. Дальше у меня какой-то столбец z в t. Это 3x плюс 4y. Это правда? Это правда. 2x плюс 3y. Это тоже правда. Так, теперь я должен посчитать следующее столбец. Я вот это должен умножить на 3, прибавить 4. 3 умножить на 3x плюс 4y. Прибавить 4 этим. 2x плюс 3y. Так, это сколько будет? Это будет 17x. Правда? Плюс 2x плюс 24y. Так, сейчас... А все, вот видите, ушестеренное вот это число, минус вот это, это как раз это выражение. Вы видели? Здесь у меня 18x плюс 24y, а здесь 17. Вы понимаете, как звучит? Все. И теперь здесь давайте, в каком же духе. 2 умножить на 3x плюс 4y плюс 3 умножить на 2x плюс 3y. Быстренько посчитаем. Это и будет 6 плюс 6. Будет 12x. Это и будет 8 и 6. Если вот эту умножить на 6, получается 12x плюс 18y. И вычесть y, получается 12x плюс 18. Победа. То есть, вы просто посчитали два столбца и выяснили, что есть та самая закономерность. 6x на минус. Почему это забавно? Потому что, заметьте, это возможность считать очередные иксы только через иксы. Или считать очередные иксы только через иксы. У нас есть вот это вот уравнение, где написано, xn в квадрате равняется 2y, n в квадрате плюс 1. И выясняется, что, конечно, последовательность его иксов и иксов связаны между собой. Вот этими забавными соотношениями. Но и кроме этого, есть отдельное соотношение только на x. И такое же соотношение только на y.